В этом году отметят 200-летие со дня его рождения. И этот год объявлен в честь учителей и наставников. Программу откроем этой темой. Здравствуйте, это КФУ Итоги недели. Сегодня вы увидите. Пенсия о призвании. Как Бог должен объединять в себе тот, кто хочет стать наставником? Учитель. Это звучит гордо. Как прошло открытие года педагога и наставника в Татарстане. Здесь у меня диплом, КФУ лауреата премии президента. Премия как доверие. Как лауреат президентской премии оценивает свой вклад в науку. Я не хочу, чтобы думали, что астрономия это романтика. Внеземные цивилизации. Есть ли шанс найти планету с живыми существами? Очень большое количество ребят выезжало в строительные отряды на север. Яростный стройотряд. Почему студентов так манит целина? В Татарстане торжественно открылся год педагога и наставника. Церемония состоялась на базе Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В ней принял участие раист Республики Татарстан Рустам Миниханов. Еще до начала Рустам Миниханов ознакомился с работой института. Посетил учебные аудитории вуза. Он осмотрел студию Дулкен, где представили цифровой образовательный ресурс. Студенты и преподаватели презентовали свои проекты в области филологии, татарского языка и журналистики. Среди них онлайн-школа Анатоле. Проекты «Скорая лингвистическая помощь» и новый педагогический класс. Лаборатории «Текстовая аналитика и нейрокогнитивные исследования». Учатся у нас студенты из 67 регионов Российской Федерации и из 43 регионов нашей республики. В этом году приняли 1241 студент, из них 465 на бюджетной основе. Рустам Миниханов напомнил, президентом России в стране объявлен год педагога и наставника. Открывая церемонию, раист Татарстана отметил, что у каждого есть свой учитель-наставник, который сыграл особую роль в жизни и которого всегда вспоминаешь с теплотой и благодарностью. В этом зале присутствуют лучшие в своей профессии. Народные учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представители педагогических династий. Хочу выразить всем вам слова благодарности за ваши знания, опыт и мудрость. Рустам Миниханов заверил, что в Татарстане делают все, чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень. В приоритете вопрос качества образования. Также важно воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, формировать традиционные для нашей республики и страны духовно-нравственные ценности, уверен Раис Республики. Пристальное внимание необходимо уделить науке, особенно высшей школе. Вузы равноправные участники научных исследований, создающие свои наукоемкие высокотехнологичные проекты. Это и новые возможности, и новые идеи, и активное включение молодого поколения в инновационное развитие. Мы обязательно продолжим создавать комфортные условия для их эффективной работы. Нам, безусловно, наш безусловный приоритет – это бережное отношение к талантам, к дарованиям, к творческому интеллектуальному труду. Уверен, это непременно принесет результат. Рустам Миниханов поблагодарил всех педагогов и наставников за их труд. В завершении Рустам Миниханов вручил лучшим в своей профессии педагогическим работникам государственные награды. Медалью за доблестный труд удостоена и профессор-консультант Института международных отношений КФУ Фаина Ратнер. Коллективная награда Так считают ученые Казанского федерального университета Ирик Мухаммаддинов, который на прошлой неделе стал лауреатом государственной премии в области науки и инноваций для молодых ученых. Награду ему вручал президент России Владимир Путин. Мы рассказывали об этом. Ирик Мухаммаддинов в числе пяти исследователей удостоенных премии. Его разработку катализаторов для повышения нефтеотдачи пластов как очень важную составляющую промышленности и экономики отметил и глава государства. Важно, что технология уже опробирована на опытно-промысловых месторождениях. Но сугубо личной наградой эту премию молодой ученый не считает. В ее исследованиях ему помогали и руководители института, в котором он работает, и коллеги. Работать с единомышленниками и во благо страны, и тогда обязательно будут результаты, уверен Ирик Мухаммаддинов. Почему он решил стать химиком? Секреты, которые скрывают колбы, и что для него значит эта награда? Об этом с героем нашего репортажа поговорила Эльвина Минабуддинова. Диплом лауреата премии президента и подпись самого президента. Теперь они хранятся, как говорит ученый, в секретном сундуке. Там же два нагрудных значка и удостоверение к почетному званию. С таким багажом Ирик Мухаммаддинов вернулся в Казань. Теперь сундук хранится здесь, в лаборатории, в месте, где зарождаются научные достижения. За разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов Мухаммаддинову Иреку Изаиловичу. А так из рук президента Ирик Мухаммаддинов получил свою награду. Ученый КФО открывает пятерку награждаемых молодых ученых. Хотел бы благодарить вас, Владимир Владимирович, совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию, за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти. Конечно, без возможностей, предоставленных мне со стороны Казанского федерального университета, такой результат был бы невозможен. 270. Столько заявок со всей страны было отправлено для получения премии. И только пятеро ученых были выделены и удостоены награды. Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых является высшим признанием заслуг перед обществом и государством. Главная отрасль исследования Ирика Мухаммаддинова – нефтедобыча. Мы разработали такие каталитические реагенты, которые закачиваются под землю, в пласт и под воздействием пара превращаются в такие соединения, которые уже у нас помогают производить химическое преобразование тяжелой нефти. Закончится уже в первой половине этого века. Такую оценку дают ученые, говоря о легкой нефти. Исходит не из последних данных. Мнения существуют уже более 10 лет. Все реже и реже встречаются природные выходы нефти на поверхность. Нефть не кончается, но уходит все дальше и глубже. Добывать ее становится все сложнее. Эра легкой нефти подходит к концу. Наступает эра тяжелого черного золота. Эти катализаторы направлены уже на воздействие на тяжелую нефть, на высоковязкую нефть. То есть не секрет, сейчас у нас доля легкой, хорошей нефти, текучей нефти заканчивается, а уже запасы высоковязкой трудноизвлекаемой нефти растет. И по нашим оценкам это будет актуально практически для всех нефтедобывающих компаний, страны, нашей страны, так и других странах. Также это будет актуально. Так как запасы трудноизвлекаемых видов нефти в несколько раз превышают запасы легких и средних, освоение таких месторождений – важная задача. Среди трудноизвлекаемых природных ресурсов высоковязкая нефть и природные битумы. Они имеют особенность – их трудно поднять на поверхность. Один из подходов для их разжижения – закачка в нефтяной пласт вещества. Вещества выступают в реакцию с компонентами нефти и снижают ее вязкость. Переработка в таком случае начинается не после добычи, а до. Ирик Мухаммадинов разработал специальные катализаторы на основе переходных металлов. Их вводят в пласт нефти одновременно с горячим водяным паром. Пар активизирует катализаторы и вызывает акватермолиз нефти, снижая ее вязкость. Да, вот здесь у нас проводится лабораторное моделирование именно наших процессов. То есть вот такой вот у нас есть реактор высокого давления, где мы проводим эксперименты как с нефтью, так и с породой. То есть именно воздействие, если проводить эксперименты с породой, то воздействие именно на нативную природную нефть. После проведенных экспериментов ученые смотрят, какие образовались газы. А после получения самой нефти анализируется ее компонентный состав. У нас здесь как раз таки показан механизм образования именно активной формы катализаторов. То есть это те вещества, которые используются в процессе нефтепереработки, в процессах гидроочистки и гидрокрекинга. Технология существенно снижает затраты не только на добычу и транспортировку нефти, но и на ее дальнейшую переработку. Так как химические реакции внутри пласта уже подготавливают нефть к дальнейшему использованию и переработке в ценные нефтепродукты. По словам ученого, очевиден и экономический эффект. При добыче нефти этим способом можно увеличить ее количество до 20%. На микроскопе у нас вот эти вот частицы кругленькие. Показано то, что вот они ацербируются на породе, то есть они не влияют на качество нефти. Любовь к химии, по словам Ирика Мухаммадинова, ему привили еще в школе. Он окончил химико-математический класс набережной Челнинского лицея. По словам ученого, именно учительница по химии заметила задатки в мальчике и начала готовить к олимпиадам. А после Ирик Мухаммадинов стал студентом Казанского химико-технологического института. Именно моя учительница, Набиолина Наталья Хиаровна, она привела любовь к химии, к этому предмету. Вот уроки, которые я ждал. Участвовал в городских, зональных, республиканских олимпиадах по химии. Занимал призовые места, первые места занимал. Вот. И потом уже я целенаправленно поступил в Казанский химико-технологический институт на факультет нефти и нефтехимии. Вот где уже мне там были интересные вопросы нефтедобычи, нефтепеработки, нефтехимии. После окончания вуза начал работать инженером и стал студентом-аспирантом КФУ. А после и сотрудником университета. Мы выбрали такую интересную профессию. И я хотел пожелать всем, кто служит в этой профессии, успехов обязательно в профессиональной деятельности, плодотворного труда в команде единомышленников, конечно же. То есть сейчас все открытия, они создаются совместно с командой определенной. Любить свое дело и выполнять ее с радостью и искренне радоваться научным открытием. Все открытия создаются в команде и в разработке Ирика Мухаммаддинова. Это не исключение. Исследования для повышения нефтеотдачи пластов проводились в лаборатории под руководством директора Института геологии Даниса Нургалиева, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Михаила Варфоломеева, а также руководителя научной лаборатории Алексея Вахина. Помощь оказали и другие сотрудники института, аспиранты и студенты. Поэтому премия президента России, по словам Ирика Мухаммаддинова, не только его личная победа, но и победа всего коллектива. Сегодня успешно проведено пять опытно-промысловых испытаний катализатора. В числе них лидирующие нефтяные компании «Татнефть», «Зарубежнефть», «Ретек». Ученые не планируют останавливаться на достигнутом в их целях продолжать помогать нефтедобывающим компаниям и работать во благо страны. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос еще недавно мучил не только героя одного из советских фильмов, но и все человечество. Люди до сих пор интересуются этой темой и про другие планеты и Вселенные. А ответ на него ищут астрономы. Поиски жизни вне Земли – задача ученых многих специальностей – биологии, радиофизики и других. Но не только космос – место для поиска иных форм жизни. На нашей планете тоже есть неизведанные места. Какие? Об этом всем желающим рассказал известный астроном, популяризатор науки, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. Он выступил в Казанском федеральном университете с лекцией «Поиски жизни и разума вне Земли». И она вызвала большой интерес среди студентов. Почему так важно рассказывать о науке простыми словами? Мы поговорим сегодня с нашим гостем Владимиром Сурдином. Владимир Георгиевич, вы популяризатор науки. Расскажите, что для вас значит этот статус и какие обязательства перед вами ставит он? По-моему, такого статуса, вообще говоря, не существует. Я ученый, так же, как мои коллеги. И мы по мере сил занимаемся рассказами о своей работе. Мы выросли на научно-популярной литературе, на лекциях, которые нам читали наши более взрослые коллеги. Ну и мы считаем себя просто обязанными, во-первых, рассказывать ребятам более молодым о том, чем сами занимаемся. Но еще это метод самообучения. Когда ты готовишься к тому, чтобы рассказать кому-то, ты должен сам поглубже узнать то, о чем собираешься рассказывать. Поэтому для меня это еще и метод, ну, постоянно как-то держаться на уровне науки. Это очень полезно. А так, в общем, опустишься, будешь в своей узкой области специалистом, потеряешь нить какую-то общую, да. А публичные лекции, они заставляют расширять собственный кругозор. Это очень важно, чтобы оставаться молодым, любознательным. Вот мне уже под 70 лет, буквально на днях будет 70. Я чувствую себя до сих пор каким-то вот таким школьником. Потому что все время общаюсь со студентами, со школьниками. Вообще преподаватель астрономии в вузах, в московском, в новосибирском, в подмосковном физтехе. Ну, это все студенты, это те же школьники вчерашние. И это очень важно, конечно, не опуститься вот на уровень такого научного работника, да, застывшего в своей области. Постоянно обращаться к тем, кто, ну, как-то с интересом тебя выслушивает. А в наше время это еще и другой оттенок получило. Это область работы, вот это вот популяризаторство. Я не люблю это слово популяризатор. Меня недавно одна моя слушательница в письме в электронном назвала. Вы известный пуляризатор науки. Я подумал, боже, какое слово она... А потом подумал, да, пуляризатор, кто помнит, это такой разбрызгиватель, да? Точно, мы этим и занимаемся, мы разбрызгиваем. Ну, может быть, не очень глубокую науку, но интересную для тех, кто ей совсем не занимается. В наше время это стало актуальным еще и потому, что многие, получив хорошее образование, а наши университеты действительно дают хорошее образование, уезжают работать туда, где они больше востребованы. В США, в Японию, в Китай, в Западную Европу. Туда, где наукой, может быть, более активно занимаются, где они находят себя. И мы лишаемся ребят, самых интересных ребят. Если мы не будем воспроизводить их, то просто страна обеднеет на талантливых ученых и инженеров. Так что это просто такая, ну, как сказать, обязанность взрослых людей постоянно подпитывать инженерные и научные кадры новыми ребятами. Вот говоря о популяризации науки, опять же, сейчас идет десятилетие науки и технологий в нашей стране. И вот один из пунктов программы, по-моему, третий даже, третьим даже стоит, это как раз-таки, простите за выражение, популяризация науки. Да ладно, слово какое-то очень странное. Просветительство это. Как вы понимаете, вот как нужно популяризировать эту науку, чтобы в том числе и дети пошли учиться на инженеров, да, тех же? Вот, вот правильное слово на инженеров. Всегда воспринимается то, что может для человека оказаться полезным. В нашей стране наука, как правило, не кормит. Мы не та страна, где можно построить свою жизнь на каких-то изобретениях, на научных открытиях. Да, всегда есть увлеченные люди, которые могут и впроголодь жить, и как угодно, но только вот заниматься любимым делом. Но есть многие страны более далеко продвинутые, не знаю, какой-нибудь Швейцария, например, где наука кормит, где люди ждут новостей от науки, которые можно воплотить в новые технологии, в новых приборах, станках, потом продать их и нормальную благополучную жизнь свою обустроить. Поэтому в нашей стране вот это просветительство в области науки и инженерии, оно сложнее, чем в других странах. Попробуйте все-таки показать, что мы не лапти, мы достаточно культурная и интеллектуальная раса, ну или как, население большой страны, у нас разные национальности. Но большая страна дает большие возможности, а небольшая конкуренция все еще в области инженерных и, естественно, научных. Я за филологию просто не берусь, я не знаю, как там дела обстоят, а вот естественные науки, физики, химии, астрономии и инженерные кадры – конкуренция небольшая. Если вы задумали в эту область пойти, напрягитесь, и вы всегда достигнете каких-то высот, немалых высот. Потому что вокруг вас нет суперквалифицированных людей, которые бы вас теснили, оттесняли от каких-то интересных позиций в науке и в инженерии. Главное – захотеть, и всегда добьетесь. Ну, захотеть, кстати, это же ближе к романтике, да, вы и сами говорили, что все астрономы – это романтики. Да я не говорил, что астрономы – это романтики. Более того, я не хочу, чтобы думали, что астрономия – это романтики. Я, например, на первом курсе преподаю, ко мне приходят студенты после школы, и потом оказывается, что после весенней сессии два-три человека уходят со словами. Мы думали, что астрономия – это, ах, на звезды посмотреть, это математика, физика, лабораторные работы. Это серьезно? Наука – это серьезно, ребят. Это вся жизнь. Это романтика придет потом, когда вы ее освоите. А что угодно, у токарного станка стоять, или там, я не знаю, левша тоже сначала научился делать, а потом блоху подковал. Вот до этого он работал много лет кузнецом. Так что сначала надо научиться. Романтики в любой науке хватает. А биология – это не романтика, а биохимия. У меня дочка биохимией занимается. Она так, между прочим, говорит, да, мы сейчас выращиваем сетчатку для глаза. Думаю, боже, почему я не стал генетиком или биологом? Это так интересно. Но это интересно, когда ты освоил. А, господи, а на лыжах кататься? Двадцать раз упадешь или на коньках, а потом кайф получаешь. Вот то же самое в любом деле. И в науке тоже. Романтика потом придет. Не надо начинать с романтики. А то скажете, а, я думал, это так просто, интересно, красиво. А это работа. Ну, работа должна вознаграждаться. А сейчас же ассоциации такие, что... Да вот у вас в университете, вот у меня недавно студенты были, ничего не добьешься и так далее. А чего, денег не добьешься? Люди так думают. Ребята, больших денег, правда, не добьетесь. Правда. Ну, слушайте, большие деньги – это большие проблемы. Спросите миллиардера какого-нибудь, как он спит, как он свой день проводит. Он скажет, не могу, устал все время думать о том, куда, чего, какой курс доллара, какие там потери. А если денег немного, и вам хватает на, ну, то, чтобы не голодать, то, чтобы нормально одеваться, а на большее, все остальное – кайф от работы. Это намного приятнее, чем большая зарплата. Да, в науке больших... И те, кто нам платит зарплату, это хорошо понимают. Они знают, что надо только поддерживать жизнедеятельность организма, а все остальное организм найдет сам. Большое спасибо за интересную беседу, ну и спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо слушателям. До свидания. Сквер, памятник и книга. Такой подарок готовят Казани к 60-летию студенческих трудовых отрядов. Сейчас идет разработка концепции проекта сквера и памятника. Над ними трудятся 25 участников. Сквер разобьют рядом с железнодорожным вокзальным комплексом станции Казань-1 от улицы Бурхана-Шахиди до улицы Гаяза-Исхаки. Это место имеет особое значение для движения студенческих отрядов в Татарстане. Именно отсюда в июле 1963 года 200 студентов, представителей первых студенческих строительных отрядов, выехали в Цельноградскую область Казахстана. Они уехали осваивать целинные земли. 17 февраля в России отмечают День студенческих трудовых отрядов. История этого движения связана с массовым строительством и освоением новых территорий страны в советское время. Тысячами уезжали студенты и молодые люди на целину. Помогали строить коллективные хозяйства, мосты, города. Ребята трудились вожатыми, проводниками, продавцами. И это движение студенческих отрядов сейчас охватывает все больше и больше молодежи. Идут в отряды не ради денег. Большинство ребят – представители общественных организаций. Кто они, бойцы студенческих отрядов? Об этом в нашем репортаже. 1963 год. 200 студентов Казанского инженерно-строительного института отправились в Ясильский район Целиноградской области Казахстана. Так зародилось движение студенческой целинной стройки в Татарстане. Это десятки тысяч активных юношей и девушек. Они стремились увидеть новые земли и принять участие в строительстве городов и предприятий. И теперь те времена для них остаются самыми яркими воспоминаниями. В Татарстане они возвели завод-гигант Камаса и построили молодой город Набережной Челны. В 70-е и 80-е годы по 2000 студентов ежегодно трудились на уборке и переработке урожая в Молдавии и Астраханской области. Сфера деятельности вузовских отрядов с каждым годом расширялась. Появились отряды проводников, медработников, связистов, формирования сервисов, работавшие в торговле. Отряды из Татарстана отличались хорошей подготовкой к трудовому семестру, сильным командным составом, трудолюбием и дисциплиной. Поэтому руководство других регионов чаще приглашали студентов именно из Татарии. Наиля Багаудинова, директора Института экономики, в те годы тоже принимала активное участие в строитрядах. В 1987 году за успехи в развитии строитрядовского движения она была награждена почетной грамотой Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Очень большой популярностью студентов пользовались отряды проводников, особенно когда составы ходили в Среднюю Азию, потому что все привозили дыни, арбузы или разные другие фрукты. Это было очень популярно, и попасть на эти рейсы было очень конкурсно. На этих рейсах был очень большой конкурс по работе. Также очень большое количество ребят выезжало в строительные отряды на север. В год распада СССР распустили и студенческие отряды. Лишь в начале 2000-х годов экономика России улучшается. Появляются большие стройки и проекты, а с ними возникает и необходимость сезонных рабочих. Тогда работодатели начали обращаться за помощью в учебные заведения. Так в стране вновь начали формироваться студенческие отряды. Василий Слаев стал свидетелем возрождения этого движения в Татарстане. Сам он начал работать в Заинске. Затем вместе со своим отрядом Василий выезжал и в другие районы республики. Я работал мастером в профессиональном лицее номер 98. Сейчас он Заинский политехнический колледж. И тогда у нас развивалось только движение к тысячелетию Казани. В 2005 году я узнал, что есть такая возможность работать. И мы, соответственно, создали тогда строительный отряд. Работа в трудовом отряде по-прежнему большой под спорю студенту. Она позволяет ему заработать деньги в свободное от учебы время. На практике же приобрести важные профессиональные компетенции и освоить новые специальности. Сейчас сфера деятельности отрядов стала значительно шире. Теперь каждый студент может выбрать работу по личным интересам. Направлений у нас в Татарстане всегда много. Потому что шесть основных направлений сейчас есть в российских студенческих отрядах. Это педагогическое, сельскохозяйственное, медицинское, проводники, сервис. А мы еще также развиваем производственное направление. Производственное направление имеет огромную динамику развития. Последние два года набирает темпы. И это очень влияет на экономику Республики Татарстан. Когда порядка уже двух тысяч студентов работают в различных отраслях экономики Республики. Сейчас самым популярным направлением российских студенческих отрядов являются педагогические. Ежегодно в нем принимают участие более 60 тысяч бойцов из 74 регионов России. Татарстанские студенческие трудовые отряды входят в пятерку лучших в стране. В КФУ работают пять педагогических отрядов. Желающих работать вожатыми много. Поэтому в этом году было принято решение создать еще один дополнительный педагогический отряд. В Татарстане большое количество студентов. И студенты, которые приезжают учиться в Республику, они достаточно активны. И для них очень много места для социализации молодежи. И у нас очень большая конкуренция. И молодой человек, попадая в эту среду, начинает активно действовать и творить добрые дела. И, конечно же, применять те навыки, которые получают в образовательных учреждениях. А профессорско-преподавательский состав у нас подготовлен. И имеется большое количество ветеранов движения студенческих отрядов как в вузах, так и в СУЗах Республики Татарстан. Виктория Бадлер – студентка третьего курса Института психологии и образования. Работать с детьми она начала еще будучи школьницей. Поэтому выбор профессии ей дался легко. На первом курсе она вступила в студенческий педагогический отряд. За три года работы вожатой на море она прошла путь от кандидата до командира одного из педагогических отрядов. Для меня это абсолютно новое, потому что раньше я ждала решения от нашего комсостава. И гадала, куда же мы поедем. И только могла высказывать какие-то пожелания. А сейчас именно я отвечаю за то, чтобы ребята куда-то выехали в место, которое им будет комфортно. И я занимаюсь поиском для нас нового места, какими-то организационными вопросами в отряде. И для меня это абсолютно новое, потому что мне казалось, что я вообще не могу заниматься такой деятельностью. Но, как выяснилось, могу. Диана тоже хочет быть частью студенческого отряда. О существовании педагогического направления она узнала от активистки института. Чтобы вступить в организацию, Диана заполнила анкету и пришла на собеседование. Сейчас она проходит испытательный срок. Знакомится с жизнью организации, посещает мероприятия и готовится к отбору для летней смены. Статус бойца она сможет получить только после того, как отработает лето в роли вожатой. Я не знала, что существуют другие направления. Узнала уже, когда вступила в отряд. Я познакомилась с людьми из этого отряда и уже решила не уходить отсюда. И мне в целом нравятся все люди здесь. Отряд «Фрактал» — это отряд людей, которые едут работать вожатыми в детские лагеря. Конкретно «Фрактал» обычно фокусируется на лагерях на море. А есть другие отряды, которые обычно фокусируются на лагерях в Казани и за Казани. В Казанском федеральном университете насчитывается 13 отрядов. Летом бойцы работают на строительных объектах страны, в детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья и Татарстана, в санаториях Краснодарского края и Крыма. Другие же трудятся проводниками поездов дальнего следования и оказывают сервисные услуги на крупных международных соревнованиях. В течение учебного года бойцы отрядов продолжают свою работу и принимают активное участие в общественной и социальной жизни университета. В штабе студенческих отрядов Казанского федерального всего 13 отрядов, 12 профильных отрядов и один социальный отряд студентов. Всего у нас 4 направления – это строительное, педагогическое, сервисное и направление проводников. В республике работают 15 муниципальных штабов студенческих отрядов и 34 штабы на базе организации высшего и среднего профессионального образования. Более 11 тысяч татарстанских бойцов-целинников были трудоустроены в прошлом году, и большинство из ребят входят еще и в добровольческие движения. Не все для них измеряется деньгами, говорят они. Ведь главное на цели не найти близких по духу друзей, получить профессиональный опыт и проявить себя. Эльвира Замалединова, Карина Саяхова, Никита Киншин, КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Вклад КФУ в социально-экономическое развитие республики. Как его оценили татарстанские парламентарии. Федор Шаляпин – великий русский оперный певец, а также знаковая фигура 20-го столетия. Великий бас и всемирная слава. Как в Казани хранят память о Федоре Шаляпине. Казанский университет улучшил позиции в рейтинге медиаактивности вузов России. Это обновленные показатели за январь. КФУ разместился на пятой строчке ранжирования. В основе рейтинга – продуктивность деятельности в высших учебных заведениях по трем основным направлениям. Работа со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. Составителями рейтинга проведена большая работа по его обновлению. Теперь в формуле по работе в социальных сетях учитываются количественные и качественные оценки. В них отражаются качество контента, эффективность деятельности организации в социальной сети, масштаб и глубина влияния каждого поста, уровень интереса аудитории и другие показатели. В рейтинге участвуют 218 университетов подведомственных Миноборнауки России. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, смотрите в дайджесте. Выездное заседание Комитета Госсовета Республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам прошло в КФУ. Основным вопросом повестки стало представление предварительных итогов реализации программы развития КФУ «Приоритет-2030» и доклад о вкладе вуза в социально-экономическое развитие республики. О них рассказал проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Софиолин. Депутаты высоко оценили результаты вуза и выступили с рядом предложений. Отмечено, что Казанский университет планомерно движется к достижению стратегической цели и демонстрирует существенное достижение в образовательной и научной деятельности. По результатам заседания университет в жесткой конкурентной борьбе сохранил место в первой группе ведущих вузов России по территориальному треку и получит в 2023 году грант в размере 919 миллионов рублей. Результаты работы передовой инженерной школы КФУ признаны одними из лучших. Результаты заседания совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ огласили на этой неделе. Так, ПИШ КиберавтотехкоФУ в 2023 году получит грант в размере 348 миллионов рублей. Рустам Мениханов провел очередное заседание Ассоциации содействия цифровому развитию. Рейс Татарстана отметил, что время, когда можно было заниматься исследованиями ради исследований, невзирая на перспективу практического применения их результатов, безвозвратно ушло и призвал активно использовать инновации, чтобы научно-технические результаты не оставались только на бумаге. Филиал Казанского федерального университета в городе Джизак посетил президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Глава государства ознакомился с деятельностью филиала, а также уделил особое внимание вопросам по созданию необходимых условий для получения качественного образования. Президент Узбекистана дал указание выделить учреждению дополнительный корпус и расширить его материально-технические возможности. В КФУ прошло очередное заседание ученого совета. Его провел ректор Ленар Сафин. В ходе заседания были отмечены медалями, знаками отличия и грамотами 10 сотрудников университета. Также члены совета рассмотрели 4 основных вопроса и ряд сопутствующих из блока «Разное». Так был поддержан ряд работ научных специалистов для включения в состав авторских коллективов на соискание государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. В КФУ почтили память воинов-интернационалистов. В университете прошло чествование участников боевых действий, ликвидаторов аварии Чернобыля. Также сотрудники ВУЗа посетили парк «Победа», где возложили к подножию памятника воинам-интернационалистам красные гвоздики как символ мужества и чести. Главная память. И чтобы наши ребята оценили всех тех ребят, которые находятся в нашем университете, которые находятся в стране, это на самом деле герои. Поэтому это и есть момент патриотизма и дань памяти и уважения всем нашим ребятам. Владеющий информацией владеет миром. Известное выражение очень кстати подходит под эту неделю. 16 февраля отметили Всемирный день управления информацией. Инициаторами даты была Американская ассоциация управления медицинской информацией. Организаторы хотели повысить осведомленность своих граждан об управлении, хранении и использовании корпоративной информации. По мере расширения отмечающих памятный день, задачи уже были другими. Повышение внимания к использованию информации. Качественным источникам авторитетных исследователей и ученых. В сегодняшних условиях Всемирный день управления информацией приобретает особый смысл. Это времена, когда на человека обрушивается колоссальное количество информации. И большинство даже не в состоянии ее осмыслить. Это времена, когда реальные новости не отличить от фейковых. Здесь важен анализ от авторитетных источников, умеющих вычленить главное, дать объективную оценку происходящим событиям. И с этим прекрасно справляется мой коллега с ведущей Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». В этом году Всемирный день управления информацией пришелся как никогда кстати. В стране бушуют дискуссии о нейросетевых решениях в области обработки и использования информации. Собственно, изначально панику, а затем и откровенный хайп вызвал тот факт, что нейросетевые продукты, как любят говорить айтишники, пошли раскатывать на консюмеров. Или, говоря по-простому, по-русски, сервисы стали доступны широким потребителям. Пользоваться возможностями нейросетей перестало быть уделом айтишников. Отныне не надо держать при себе дежурного айтишника невычислительный массив. Любой желающий может сгенерить нейросеткой текст, контент, потребуемый ему тематике. О наступлении эпохи нейросетей нового поколения мы говорили давно. Но у нас все как в той поговорке. Пока жареный петух не клюнет, никто не зашевелится. Я к тому, что истерика была бы однозначно не такая громкая, как бы большинство внимательно следило за происходящими в мире технологий, изменениями и тщательно к ним готовилось. Но большинство считало это шуточками, фантазиями, классными мечтами. Но не про нас, а потому и не смогло прийти сразу в себя, когда новинки, которые уже не новинки совсем, стали общеприменяемыми сервисами. Собственно, благостную картину взорвал студент из Российского государственного гуманитарного университета, который в своих сетях рассказал, что сгенерировал диплом с помощью нейросетевых инструментов и успешно получил по факту удовлетворительную оценку за это. Шок оказался настолько силен, что ректор того вуза до сих пор утверждает, что, мол, студент приукрасил роль нейросетей. Но это говорит разве что о том, что не все большие ученые и преподаватели до сего дня сами лично поняли и тем более что-то попробовали сделать с помощью нейросетей. А ведь еще раз подчеркну, речь идет не о хайпованной новинке, а о том, что уже заметное время меняет нашу жизнь, о том, что инструменты для обработки информации достигли такого этапа развития, что их начали, что называется, раздавать в любые руки. Думаю, что уже далеко не один диплом и статья в цитируемый журнал написаны исключительно нейросеткой. Словом, наступил этап общедоступных нейросетевых решений, кардинально меняющий нашу жизнь. Кстати, в гонку об уздании в свою пользу нейросетевых технологий кинулись сегодня все высокотехнологичные гиганты. Сейчас уже не идет речь о том, какие профессии вымрут на этом пути, типа рерайта или копирайта, какой новый трек придется задавать в традиционных системах контроля знаний, например, у тех же студентов. Речь о выживании суперкорпораций с их супервозможностями и устоявшимися бизнесами. Под ударом, например, проспавший искусственный интеллект Google со своим традиционным поиском, которым он был силен. Кстати, наш Яндекс со своей Алисой, развивающийся по треку нейросетей, имеет куда больше перспектив на мировое лидерство, нежели нынешний гигант Google. Так что мы и на пороге возможных изменений глобального характера в большом технологическом бизнесе. Тема, надо признать, многогранная. И сегодня я только постарался обозначить ее как таковую. Она имеет свое продолжение, применительно ко всем сферам деятельности. Кстати, благодаря тому студенту из РГГУ, в одну из первых очередей на трансформацию в связи с общей доступностью от ныне нейросетевых решений встала система образования, о чем мы с вами, конечно, тоже поговорим. Но уже в следующих программах. Всем доброго! Человек, прославивший Россию во всем мире. Самый известный бренд Казани. Эталон для начинающих певцов. Национальная гордость страны. Это все об одном человеке – Федоре Шаляпине. Имя уроженца Казани прославлено и в России, и на Западе. Его талант до сих пор никому не удалось превзойти. Он был обладателем уникального голоса – высокого баса. На этой неделе в республике отметили 150-летие со дня рождения великого артиста оперного искусства. Шаляпин всегда любил и помнил свой родной город. До того, как Шаляпин попал в труппу императорской русской оперы, которая сделала его популярным, ему пришлось пережить голод, нищету, хождение по театрам России, безызвестность, мысли о самоубийстве. Благодаря оперному артисту Дмитрию Усатову, который обучал юного гения искусству, и меценату Савве Мамонтову, Шаляпин, наконец, получает постоянную работу в Москве. Здесь и началось восхождение артиста. Его репертуаре – свыше 50 сыгранных ролей в классических операх, свыше 400 песен, романцев и русских народных песен. Федор Шаляпин был первым народным артистом нашей страны. Правда, позже его лишили этого звания за помощь детям эмигрантов. В 1922 году оперный певец вынужден был эмигрировать. На склоне лет он тосковал по России, потерял присущую ему жизнерадостность, не пел новых оперных партий, болел. Спустя 16 лет он скончался в Париже. Память о легендарном земляке в Казани чтят. А что сохранилось о нем в научной библиотеке Казанского университета, увидел Амир Ахтямов. Федор Шаляпин – великий русский оперный певец, а также знаковая фигура 20-го столетия. Творчество легендарного баса широко известно и за пределами его родины. Его карьера – ярчайший пример демократизации русской культуры. Выходец из низов в разное время он был солистом в Мариинском и Большом театрах. Выступал в Метрополитен-опере. Родился в Казани в 1873 году. Его родители были приезжими крестьянами из Вятской губернии. В детстве у маленького Федя заприметили красивый дискант, благодаря чему он был отправлен в церковный хор певчим. Помимо этого, отец отдал мальчика на обучение к сапожнику, что для крестьянской семьи было обычным по тем временам делом. Воспоминания о жизни Федора Шаляпина хранятся и в научной библиотеке Николая Лобачевского. У нас в руках книга, которая называется «Страница из моей жизни. Маска и душа». Она была выпущена в Москве издательством «Книжная палата» в 1990 году. Также сотрудники библиотеки подобрали нам фотокарточку с дарственной надписью Федора Шаляпина. На ней написано «На добрую память милому Владимиру Васильевичу Стерлингову от Федора Шаляпина». Также нам предоставили визитную карточку Федора Шаляпина. Книга является автобиографией великого русского оперного и камерного певца Федора Шаляпина. В ней собраны воспоминания выдающегося исполнителя, дан полный очерк его жизни и творчества, а также показан нелегкий путь к вершинам мировой славы. Также нельзя не упомянуть неразрывную связь музыканта с Казанью. Шаляпин всегда помнил свой родной город Казань. Как говорил сам певец, это прекраснейший из всех городов мира. Казанцы тоже гордятся своим знаменитым земляком. С 1973 года проводятся шаляпинские чтения. В 2000 году открыт памятник Шаляпину около Богоявленского собора. Министерство культуры Республики Татарстан и Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля проводят ежегодный международный оперный фестиваль имени Шаляпина. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. Воспитывает все. Люди, вещи, явления. Но прежде всего и дольше всего люди. Из них на первом месте родители и педагоги. В этом был убежден советский педагог и писатель Антон Макаренко. Поздравляем всех с началом года педагога и наставника. Учителям, преподавателям, мастерам, всем, кто причастен к сфере образования, наставничества, желаем вдохновения профессии. И пусть ваши старания отразятся на результатах учеников. Всего доброго.